я вам хотела рассказать про свои хотелки что я хочу проколоть и очень сильно боюсь конечно да входит в маркер программы все в порядке но вы знаете я лучше с другого начну вот мы здесь втроем с вами собрались а ведь у нас есть нечто очень похожее друг на друга у нас есть одно качество наше родительское у каждого из нас есть дочь да дочь катя у тебя дочь сколько лет 5 5 это аня вика 6 лет глеба 7 расскажите про колоты ли у них уши мы прокалывали прокололи но к сожалению они начали гноиться притом через какое-то время когда уже они вроде бы заросли все нормально она как и положено носила ну там определенное время нужно да специальные гвоздики носить мы их носили и все было нормально до тех пор пока я не начала просто мою голову на мне ушки больно ушки больно я туда заглянула и смотрю что уже прошел период то есть месяц через месяц или через два после заживления начался почему-то вот такой процесс что мы сняли она сказала больше мне не нужны сережки я не хочу да пока вот нет желания я решила что мы подождем до какого-то другого осознанного возраста если что ну будет попытка а вот осознанного возраста сколько у тебя люби во сколько прикол проколол по моему прокололи год год назад вообще в год аж не 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 год назад это она сама ну да она говорит что у всех есть моя вот пока нет она я не хочу я так красивая я не хочу я вот купила сережки сижу с этими сережками красивыми ну ладно вот они у меня хранятся пылятся в общем я о чем хотела еще вам рассказать о том что я тот ребенок которому в осознанном возрасте в 10 лет прокололи уши ничего не гноилось но не ровно не ровно врач проколол я сейчас просто понимаю иногда надевай сережки думаю ты что куда ты женщина смотрела ты доктор вот и что с этим делать я не знаю потому что сережки на мне довольно часто и это видно хотя мне кажется только возможно я замечаю но это прям вот и чтобы таких моментов не было я сейчас предлагаю к нашему разговору присоединиться настоящему профессионалу своего дела руководителя студии пирсинга галактика красивых людей миссия валерий белорус приглашаем в эту студию левым заходи привет 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 разреши наш спор когда девочкам нужно прокалывать уши и нужно ли и нужно ли вообще хороший вопрос от мужчины видишь нужно ли я зато и в принципе политика нашей студии за то чтобы действительно это было желание ребенка в первую очередь потому что раньше было как принято девочка родилась сразу а давайте но то есть это же боль да все таки этот ребенок испытывает боль плюс это иммунитет должен подключаться чтобы все это заживить а если еще с прививками наславится так вообще катастрофа поэтому когда ребенок уже скажем так постаршего более осознанного возраста он сам изъявляет желание что мама я хочу я готова вот тогда мне кажется и нужно а приходить опять же на знакомство со специалистом такое на пробное такое посещение знакомства ну чтобы ребенок пришел познакомился с той женщиной которая могут это делать до прокалывать если у него будет доверие если он будет готов это можно сделать и я вам скажу больше бывает что и не с первого раза получается то есть бывает первый раз пришел ребенок по какой-то причине испугался забоялся мы не жмем не держим не задавлим то есть мы отпускаем домой до тех пор пока ребенок не будет действительно прямо готов к этому а мне кажется они могут перепугаться но только после того как произойдет прокол первого ухода первой мочки и вот как перейти ко второй на половине пути тоже не остановить еще очень важный момент вот почему про кривые проколы до ваш хотела тебе сказать в том что раньше кололи очень часто пистолетами вот а пистолеты это исключительно непрофессиональный инструмент который опять же нельзя обработать простерилизовать полностью доктор с пистолетом понимаете жизни верно а как сейчас сейчас расскажу вообще пистолеты придумали знаете для клеймения скота рогатого то есть верковали ими и какой-то умный человек сообразил а почему бы нам не на людях это дело не испробовать да сейчас колят профессиональные пирсеры одноразовыми пишет пирсерными иглами они очень быстро заходят тем более если квалификация специалиста большая это делается очень быстро и через эту же иглу вставляется украшение то есть все идет в контакт то есть вот катя кстати спросила про то что после первого ушка ребенок может испугаться так понимаю что это даже не больно не успевает ребенок почувствовать и смотрите когда в пистолете там колет сережка да то есть продырявливает она во первых тупая сама по себе и она прорывает канал поэтому он долго долго заживает и плюс вот эта застежка бабочка что сказать кать у вас произошло я думаю произошло повторное заражение то есть вот на этой застежке закручивал ки накопились выделения которые сложно вымыть и когда прокол уже начал поджевать где-то что-то дернули и повторное инфицирование произошло поэтому сережки эти пусеты которые бабочки категорически запрещены на заживление только нюансов столько тонкостей но я так думаю что мы впредь как бы обсудим этот вопрос потому что она опять хочет я говорю давай подожди не будем спешить сережечки у вас студии можно прийти прям вот те самые чтобы не искать там они конечно плюс в том что когда к нам клиент приходят у нас уже простерилизованы они лабреты во первых из титана что за слово только лабреты это такая ножка с плоской палочкой то есть грубо говоря когда ребенок на ушке лежит ему ничего в шее не колется и плюс титан тот металл который мы используем он инертный он не окисляется в отличие от хирургической стали она окисляется он не вызывает аллергии на нем очень хорошо заживать и плюс анатомические специалист подбирает длину ножки под анатомию мочки что толщина мочку всех раз хорошо а вот было такое у вас когда пришли вам с ушами неправильно проколотыми или там они что-то и потом вы перейти на да а сколько же дула не понимаю другую дырочку делали или в ту же как очень много женщин приходит 30-летнего 35 летнего возраста которым прокололи в годик в два криво этими пистолетами которыми невозможно четко поставить точку да и попасть в нее потому что пистолет имеет люфт при щелчке и он сдвигается не больно вообще сейчас все это реально это просто прошлый век реально не колите детям пожалуйста пистолетом ну то есть психологически наверное ребенку проще посмотреть на какой-то девайс вот гаджет смотри я щас кушку приложу и все а игла она же наверно ну изначально вызывает правильный специалист очень грамотно это сделает так тонко покажет смотри палец сначала сделает разметку точечки то посмотрит до этого подберут сережечки какие-то ребенок уже вдохновить и чтобы на ушки это было все быстренько и у наших специалистов очень легкая рука то есть реально настолько папа шесть лет девчонки работают по 7 то есть но уже просто как по маслу все я давай для взрослых перейдем вот на эти все потому что мы тоже хотим я просто вначале сказала что я кое-что себе хочу парка и тут ребята надо мной посмеивается а знаете ли вы ну лера точно знает что такое козелок лет ну это неправильно сказано это же правильно я говорю это вот такая внутренняя как-то назвать внутренняя часть надо все время козелок очень хочу да вот вставить сережечку но меня все говорят говорят что это дико больно расскажи как на самом деле все относительно на самом деле все люди разные у всех болевой порог но на самом деле вот по болезненности хрящи колоть все хрящи немножко неприятно то есть всю хрящевую часть уха неприятно но не настолько чтобы там вот прям испытать какой-то дискомфорт у нас многие клиенты говорят ой я пришла я думала было бы больно но что будет больно а самом деле все намного легче и проще вот и как бы козелок заживает долго хрящи заживают дольше чем очки что там нельзя купаться или там бани сауны и ограничение буквально первое время то есть несколько недель не рекомендуется вот именно них механических зацепов да то есть какой-то водоем чтобы распаривание да как при любой травме бассейн бассейн можно будет через месяц то есть смело но смысл колоть вот таким образом да вот необычно это если ты будешь это в повседневной жизни регулярно носить или это с какой-то периодичностью можно снимать надевать вообще украшения можно поставить на повседневную носку но плюс наших украшений в том что есть ножка которая остается у тебя в ухе до в хрище а вот эту декоративную часть которая красивая ты можешь менять сегодня с одной походил завтра с другой это интересно лера ну вот смотри мы с тобой заготовили несколько фоточек чтобы ты прокомментировала тренды современного пирсинга потому что я так понимаю что уже это не ассоциируется с каким-то грязными немытыми подростками вот давай покажем что сейчас в моде глеб вот смотри что будешь своей дарить лера сейчас очень модно делать сеты на хрящах как раз вот о чем то что мы видим да это верхняя часть хряща хеликс это очень красиво вот это по центру от из мы видим до колечко которые в центре вставлено а причем это можно сделать как минималистично так и более так скажем нарядно на особые случаи это очень красиво мне так нравится и я вам хочу сказать что женщины которые к нам приходят 35 плюс 40 плюс делают именно дорогие сеты где мы ставим прям украшение такого уровня из драк металлов драк камней то есть что-то такое очень стильное ну и на подиумах тоже мы сейчас часто очень наблюдаем как дизайнеры используют активно пирсинги кафы всевозможные слушаю но это правда очень красиво и я так понимаю что можно параллельно вот несколько проколов сделать это не рекомендуется на одном ухе сделать потому что чтобы второе ушко было не проколото чтобы спать было удобно мы рекомендуем также первое время не отдавливать это ушко или покупать знаешь подушку туристическую тату с дыркой ухо в дырку минимизировать травматизацию первое время любая красота требует каких-то небольших таких изменений в твоей жизни не скажу что жешь но да то есть очень хочется все проколы ухо вообще всевозможные нос опять же тоже держит тренд интимные проколы сосков тоже сейчас очень актуальны а вы про это подумали я когда сказал кое-что себе понимаете все таки вот нос топ 3 давай давай это все возможные проколы уха то есть хрящ мочки различные сеты а на втором месте пожалуй это будет нос на септум либо крыло на третьем месте язык губа вот так вот у взрослых да у взрослых пупок как бы тоже но пупки сейчас скажем так не так актуальны как двух тысячных но по-прежнему люди приходят тоже а как с подростками например вот если приходит к вам подросток приносит деньги говорит я хочу проколоть этот вопрос глеб вы прям гений сегодня смотрите у нас жесткое прям правило мы не прокалываем подросткам без родителей то есть заполняется согласие информированная где родители вносит все данные паспортные мы сверяем что это родственники что вот она свидетельство рождения либо паспорт паспорт родителя вот если уже подросток приходит на повторные визиты там осмотры и так далее то там уже родитель не нужен но именно на прокол несовершеннолетние приходят с родителями отлично это правильное однозначно и как и у косметологов когда я хочу себе губы и естественно им горя до свидания есть варианты когда отказываете или даете время подумать но это как вы знаете например как к хирургам пластическим приходишь они говорят иногда некоторые мы когда видим что не совсем не готов там и не уверен мы даем ему какой-то знаешь как и в каких случаях отказываем когда не подходит анатомия вот допустим клиент пришел на прокол industrial это когда двойной прокол такая длинная штанга ставится двойной на все ухо практически и бывает так что атомия хряща не позволяет его сделать то есть будет тереться будут пролежни ну нельзя и тогда мы предлагаем либо альтернативу альтернативный какой-то прокол ну либо просто вот объясняем почему нет лир очень все это интересно и я уже честно иду вот сейчас судя по всему там смотрю когда не бассейна моей жизни не бани не будет в расписании где вас найти как правильно нас легко найти мы самом центре находимся улица дзержинского 64 студия миссиер сайт тоже есть миссиер точка ру забивайте там можно прямо онлайн запись самостоятельно записаться классно очень много важных вещей это сегодня и родителям и взрослым девочкам и маленьким тоже рассказала спасибо спасибо что позвали короткой рекламы